18 июля всего года Русская Православная Церковь празднует 600-летие обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского. Центральным событием юбилейного торжества станут богослужения на соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, которые возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 17 июля в 15 часов в Троицком соборе и трапезном храме будет совершена малая вечерня с пением Акафиста преподобному Сергию. 18.00 в сеночное бдение на соборной площади. 18 июля в 5 утра две ранние литургии в Троицком соборе и трапезном храме. В 9 утра божественная литургия на соборной площади. Так что, братья и сестры, у кого есть силы, время и желание, еще может успеть к завтрашнему празднику добраться в обитель преподобного Сергия. А сегодня мы совершаем память царственных страстотерпцев. Будущий царь Николай Александрович родился в день многострадального Иова. Наверное, житие этого святого вычитали, чем он только не болел, как он только не страдал. И вот именно Господу было угодно, промыслительно совершить то, что совершилось. То есть в этот день Иова многострадального родился будущий царь и страстотерпец Николай II. Жизнь его была непростой. С детства его отец Александр III император готовил к этому тяжелейшему послушанию, царскому служению. Потому что царь это прежде всего тот, кто заботится о своем народе и служит ему. Таким царем был Николай II. Несмотря на то, что, скажем так, человеческое ему тоже было не чуждо, он любил свою жену. Они жили очень дружно. Была хорошая, дружная семья, где все друг друга любили, умели в трудный момент поддержать. Рано остался без отца Николай II. И уже в 26 лет он зашел на престол Российской империи. Можно себе представить, это огромное государство, населенное многочисленными народами, разными, разного вероисповедания, разной культуры, с разной историей. И вот все это необходимо было объединять мудрым руководством. Тем более, на время жизни Николая II выпало две войны, это русско-японская и Первая мировая, и две революции 905 и 917 года. Последняя революция была особенно страшной, кровавой. И от рук революционеров пострадали царственные мученики со своими слугами. В феврале 1918 года они были арестованы. Сначала отвезли в Пермь, потом отправили из Перми в Екатеринбург, где в Ипатьевском доме злодейский, эта семья была расстреляна. Судя по описаниям свидетелей этого злодеяния, до последнего момента император надеялся на то, что его освободят с семьей, может быть, направят в какую-то ссылку. Но, конечно, мало кому могло прийти в голову, что венценосных царя и царицу, царевичем, царевнами так безжалостно, жестоко, без всякого суда и объяснений расстреляют. Но, тем не менее, что-то, наверное, подсказывало Николаю II о том, что путь его завершится мученичеством. И он этот путь выбрал сам и от него не уклонялся, хотя возможность такая была. Во время революционных действий английская королева приглашала Николая II укрыться в Англии вместе со своей семьей. Но император предпочел быть до конца со своим народом. Почитать его стали после мученической кончины почти сразу. Прежде всего, в русской и зарубежной церкви. А уже в начале 90-х годов он был канонизирован и в нашей церкви, в нашей стране. Хотя, надо сказать, что в домашних киотиках у людей вот эти все десятилетия власти безбожной можно было найти фотографии Николая II, иногда с семьей, так же, как и фотографии Иоанна Кронштадтского. Память о нем была в сердцах людей и отнюдь не только тех, кто придерживался монархических убеждений. Так как, все-таки, жизнь его была, хотя и трудная, закончилась мученичеством, но, тем не менее, она была светлым примером. Через такие годы лихолетия удалось пронести с достоинством свое царское служение, царственное служение и продемонстрировать людям настоящую христианскую жизнь. Поэтому, как сегодня, так и завтра, мы будем молиться царственным мученикам и просить у них, чтобы нашу жизнь нелегкую, он умерил, чтобы не было войн, был мир и для людей была возможность приходить в храм для того, чтобы вместе молиться. Пащи Господи! Ангелы-хранители всем пути! С миром и зыдем! Продолжение следует...